Всем привет! Эпопея с моим замком зажигания продолжается. Я уже купил новый корпус, поставил в машину, но все равно произошла проблема с самой личинкой. Значит, проблема заключается в чем? Поменял я личинку, переставил ключи в новую, вставляю в замок зажигания, а ключ поворачивается с большим усилием. И вообще проблема заключается в том, что мне необходимо вставить ключ и вот так вот его шевелить, чтобы машина завелась. Меня такой вариант не устроил. Поехал я, в общем, к ключнику, думаю, сделает мне новый ключ, который будет открывать все секреты замка, и я буду ездить спокойно. Ну, и тут-то было. Ключик мне говорит, что с заменой ключа ничего не поменяется, потому что износились секреты в самой личинке. Бля, я думаю, хорошо, поехал я в мастерскую, где ремонтируют замки зажигания, уточнил, мне сообщили, что ремонт стоит 60 долларов. Минуточку, я покупал за 50 долларов сам замок зажигания в сборе, и 60 долларов ремонт. Я думаю, поеду домой, все равно есть две личинки уже, с ними можно поэкспериментировать. И покажу, что я сделал. Итак, мы имеем личинку уже под мой ключ, который я сам все сделал. Достаем ключ. Я просто покажу, что происходит с замком зажигания, и вы поймете, как это можно было сделать. Сейчас я вставил не родной ключ, не от этой машины, а от той, с которой мне приехал замок зажигания. И когда вставляем ключ, мы видим, что некоторые секреты торчат. Соответственно, личинка в замке зажигания не провернется. Это личинка от другого автомобиля, с которого я купил замок зажигания, и я эту личинку адаптировал под свой ключ. Чтобы сэкономить 60 баксов на ремонте, я сделал следующее. Сейчас я вставлю свой ключ, и вы увидите, какая разница. Сейчас в личинке находится мой ключ, и мы видим, что секреты не выпирают больше, чем 1 мм. Так должно быть. Что я сделал? Вот эти части, когда я вставил свой ключ в эту секретку, когда я вставил свой ключ в эту личинку, У меня, так как это личинка от другой машины, торчали вот эти ключи на 2-3 мм, что недопустимо, и, естественно, оно не будет проворачиваться. С помощью обычной болгарки я в привставленном ключе спилил все секреты, которые торчали, до одного уровня. Теперь, к моей личинке подходит только мой ключ, другой ключ сюда не подходит. При этом я сохранил оригинальный ключ, и теперь личинка срабатывает идеально. Переделывать ключ не нужно. Теперь, когда я вставляю свой ключ, личинка даже не проворачивается. Щелчок. Все, тачка заведена. Механизм блокировки руля также работает. Замок стоит, сидит плотно. Теперь все работает, замок сидит плотно, достается, и работает блокировка. Теперь показываю пример, если мы вставляем ключ от другой машины. Вот. Это рисунок отличается. Сейчас установлен другой ключ, и ничего не срабатывает. Вставляем обратно свой. И все идеально проворачивается. Таким образом, я сэкономил 60 баксов, и у меня теперь все работает. И моя главная ошибка была в том, что мой первый замок зажигания, который я распилил, можно было не трогать, а сделать абсолютно так же. Личинка у меня проворачивалась из-за того, что износился механизм внутри, и замок, срабатывала защита в замке, противоугонная защита. И личинка проворачивалась. Сейчас такого нет, ключ срабатывает идеально. Поэтому, я надеюсь, мое видео вам помогло, и вы сделаете так же, и не нужно будет покупать ни замок, ни платить 60 баксов за ремонт замка. Всем ровных дорог, чтобы ваша тачка не ломалась. Подписывайтесь, ставьте лайки, и не забывайте писать комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok